У меня в руках официальный документ, отправленный Службой информации и безопасности Республики Молдова в сервисе информации в секуритете. Здесь рапорты и три месяца, педата, дезечи, дечембри, доуми, ноуспризиси. Плохотнюк демной ранцара, демера гуверну, демера гуверну, песереме, педе. Очень интересный этот рапорт. Я опубликую, мне тут надо собрать все материалы на эту тему. Ну тут описывает просто СИП, вот подписанную вам покажу. Значит, этот рапорт, 17, где так много решений, где директор исчез. Да, Александру Исауленко. Коу-респект Исауленко. Я скресла Додоншлу Кику, а то еще раз преминистру. Дезече, раз Додон, в коалиции к Педе. Есть у рапорт, в котором много работы сады варате. Сады в компании, индикатии. Левадра, Трансальянс, Шемул Тиалкиль. А съезд Кун Лайф сепарат, я сейчас субъект. Я это буду, мы будем это с вами обсуждать отдельно. Потому что еще важно. Значит, важно другое, что вот, получается, что Додон, социалисты с демократами были в коалиции. Кику был премьером, судя по дате. И обращение в том числе, копия идет и к нему. Это перевод на русский язык, да? Значит, они информируют, что, например, компания такая-то. Договор номер такой-то, от 19-го года на сумму 7 миллион, но 88 тысяч лей. На приобретение запасных часей для вагонов. Дальше они пишут. Значит, так, дальше они пишут, что... Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, дальше, крышка, люка полувагона. 800 штук по 8 тысяч 8 лет за единицу. На общую сумму 6 миллионов, почти в два раза дороже по сравнению с таможенной статистической стоимостью. Колодка вагона. Короче, ребят, запчасти закупались с нагрудкой 200-300 процентов. Игорь Дедон, если тебя, как президента, проинформировали в декабре 19-го года о том, что есть компания-прокладка через... То есть, у Лукойла не было прямого договора с Молдавской железной дорогой. А, значит, где название компании? А, это же Левдра. Как она? Левдра-Сереле. Значит, общий контракт на масло, чтобы вы понимали, в 19-м году был 5 миллионов 545 тысяч лет. Усерд 3 миллиона. Вы понимаете? То есть, стоимость масла была 2,5 миллиона лет. За это Молдавская железная дорога заплатила 5. И дальше я просто вижу, что на каждой позиции есть позиции, где у вас, уважаемые железнодорожники, из вашего кармана, а вместе с вами у всех граждан страны и у государства, были украдены десятки миллионов лет. Значит, они тут даже пишут, что и проводники Молдавской железной дороги, и начальников поездов виноваты в том, что одни возили мясо с Украины в Россию, другие возили сигареты, третьи продавали пирожные и так далее. Но в этом отчете СИБА ничего не пишут про сколько тысяч тонн металлолома некоторые дельцы украли и у железнодорожников, и у всех граждан Молдавы. А почему? Потому что всем занимались всю дорогу демократы, тогда они уже были в коалиции с социалистами и так далее. Может быть, поэтому умерло. Значит, я опубликую обязательно эти документы, я хочу еще поработать на эту тему. Что сделал Игорь Дадон? Объясню вам, чем закончилась реформа Молдавской железной дороги. Он снимает одного начальника железной дороги и назначает просто туда своего куметру, ончану, начальником дороги, начальником службы внутренней безопасности железной дороги. Вот я смотрю, тут письмо профсоюзов также есть. Значит, работает муж Бердила, известный всем Молдавии судей. Вот чем закончились реформы Молдавской железной дороги. Что просто убрали те, которые были при плохишей, посадили своих, получать и добивать Молдавскую железную дорогу. А сегодня бедные железные дорожники возмущаются на тему того, что прекращаются внутренние пассажирские перевозки, людей заставляют уходить, писать заявление об уходе и так далее, и так далее. А в это время, я вам скажу еще другое, там были еще другие чудеса, там софты покупались за миллион-полтора долларов, не лей, и прочая бредятина. И на всем делались удары, так, чтобы наверняка, 200-300 процентов, понимаете. И вот как это все существовало, так оно, куда мне азюта, и продолжилось. Только с некоторыми другими именами во главе, а с теми же компаниями и так далее. Почему вы ничего не вышли, Игорь Дадон, в лайвах пришедения телераспудия, и не рассказали, например, группа компаний БСА, Импекс, Сереле и Метвилл, Сереле. Группой компании нефициально руководит Вячеслав Байден. Это вам пишет директор СИБА, координатор преступных схем на ГПСЖД в интересах Владимира Плохотнюка. Ну ты же так боролся с Плохотнюком, ну почему же? Потому что, правильно, легче всего было прибить тех, которые работали при Плохотнюке, и подтянуть их себе. Еще раз, ребят, чтобы вы понимали, я вам читаю официальный доклад Службы информации безопасности. Вот оригинал его, здесь есть оригинал у лимба дистат, адресат кэдре пришедения теле Егор Дадон, педата дидзэшук, зечи дичембри, доуми ноу спридзэшинг. Ну маконофос праспудфакуты нон тако демократс. Оф, а это перевод на русский язык. То есть, если директор СИБА пишет, что люди Плохотнюка продолжают это, продолжают то, вот тут Плохотнюк продолжает получать долю и так далее. Вы понимаете, что контракты, значит, так, чтобы вы понимали, о чем идет речь. 4,5 миллиона лимб, это все за деньгод, 19-й. 2,499,985,1,200,1,263,918,85 тысяч лимб. Значит, ребят, 3 миллиона, 11 миллионов, у некоторых прибыль 18 миллионов компаний. За год в Молдавии прибыль в 1 миллион евро. Вы понимаете вообще, о чем мы говорим? А говорят, что нет, все, вот, оказывается, железнодорожники виноваты в том, что они работали всю жизнь на железной дороге. Значит, здесь описаны имена, фамилии, названия компании, результаты проверок. Где 100%, где 200%, где 300%. Ну, в основном, 200-300%. И сегодня обвинять проводников я работал в дирекции по обслуживанию пассажиров, знаком с многими начальниками поездов, с многими проводниками. Некоторые фамилии мне известны, которые тут фигуруют. А почему директор СИБА не указал здесь, это у меня вопрос господина Исаулинка, а почему вы не указали, как проводники, начальники поезда два раза в год государственные деньги списывались, а они за свои деньги готовили поезда, готовили составы и перед зимними перевозками, и перед весенними. То есть, два раза в год делается ремонт, красятся вагоны, меняется линолеум и так далее, меняются фрикционные кольца, запчасти, у нас все, ребята, это проводники делали за свой счет. Почему, Исаулинка, ты пишешь, что все проводники, начальники поездов взяточники, а то, что их заставляли десятки лет за свой счет все покупать, вы про это молчите. Также у меня вопрос к директору СИБА, почему вы не указали про десятки миллионов долларов, которые были извлечены из ГП, железная дорога Молдова, через распил всего ненужного и многих нужных позиций на металлолом. Потому что вы работали только в интересах одних товарищей, и вот это вот все ужасно. Вот я вижу, что сегодня многие хотят разобраться и всех беспокоиться перед выборами, они сидели, вспомнили железнодорожников. Значит, я когда говорил в 2011, 2012, 2013, во многих интервью, ребят, или отдайте в концессию, или возьмите кредит на модернизацию. И, поверьте, у нас такой же бардак везде. Поэтому основной пункт, с которым я шел на президентские выборы, и с которым мы пойдем на досросе парламентские, это план модернизации страны. А это и транспорт, и инфраструктура, и сельское хозяйство, и экономика. И без этого плана хочу вам сказать, что ни у кого ничего не получится.